привет друзья вот наконец-то мы выбрались на рыбалку открываем летний сезон то погода то работа то еще что то то дела сегодня сложились все пазлы и погода нормально и работы нету и собаки довольно правда туда куда хотим выехать я не знаю там все жесть дорога там наверно вообще оффроуд будем пробовать прорываться может быть прорвемся это только начало дальше будет там вообще жестокие места можно было конечно поехать другое место там точно где карась ловится будем исследовать новые места с дрифтом проезжаем еще автобус пока полет проходишь нормально надо дрон покупать пролететь посмотреть куда лучше ехать какие дороги а потом уже ехать а вот если мы здесь как хорошая украинцев такой залипчик небольшой У нас сегодня куча новых вещей, два фидера удилища купил, будем распаковывать, кресло, садочек, у нас обновок моя жена накупила за зиму на лето, и вот это лето пришло, наконец-то тепло. Ну, пока будем все это завязываться, перевязываться, сейчас заброшу на живца, как всегда, любимую свою удочку, и забросим уже готовую, старую, короче, кормушку на карасях, немножко прикормить, потому что это будет только час, наверное, там вязаться. Флет, и взял новую, кажется, для меня новую, это снасть, на флет никогда не ловил, обычно пружины, там, кормушки, туда-сюда, ну, надо что-то новое осваивать, а то скучно стало. Все, сейчас будем забрасываться тогда на кормушку обычную, у меня вот моя новая, а, вот такие кормушечки, если быстрее, я пробку вставляю, видите, назад, чтобы не вымывало это на течении, ну, прикопку быстро. Ну, тут течения нету, здесь нормально, можно эту пробку вставить, она, наверное, специально делает, чтобы пробки влазить, это респект этим разработчикам этих кормушечек. Заряжаемся, бросаемся и ждем. Достав свою прикормочку, всю зиму пролежала в морозилке, думаю, нормальная, нет, она еще так пахнет, классно пропиталась, если остатки остаются, я не выбрасываю в морозилку ложку, потому что в холодильнике она пропадает. А в морозилке лежит, он по-голого пролежал, вообще как свеженькая. Сейчас мы ему зарядим, карасика будем кормить, хотелось бы, конечно, поймать, но первая снасть, сейчас забросим кормушку, план действий такой, потом заброшу на живца, пускай она уже ловит. Пока дособираю все остальные снасти, может, что-то и приплывет, кто его знает. Сложивку, наверное, красного червячка нацеплю. Все-таки весна, сейчас уже потеплело, смотрю, черви полезли до живых. Есть и опарыш, ну, непонятно, на опарыш будет, нет, на червя точно будет, может, даже окунь какой приплывет, червячка подлинит. Здесь есть и пункты хорошие. Вот такого живенького нацепляем. Забросим. Все. Мои девчонки дождались, вот бегают девки, летом, зимой на рыбалку их не брали, потому что холодно, позамерзает на льдов. Они там страдали, бедные. Как это так? Мы собираемся, куда-то их не берем. Все, это был уже там истерика, кошмар. Здесь, как всегда, купаться полезно, это водоплаващая, и что зима, что лето. Ну вот, пока кормушку кладем. Вот, тут хорошие ямки. Да. Место для нас новое, тоже здесь никогда не ловили. Как бы открываем водоем, на старые места уже надоело ездить. Конечно, знаем, что там есть. Хочется чего-то новенького. Вот. Для кого открытие лодочной? А для нас открытие просто. Вообще. Как же этот беспредел, потому что я когда приезжаю, там и следом ты. Ну, то есть я могу тебе сказать, как не приеду, ты уже здесь. Это не первый раз. Как же от вас вот это убежать, вообще непонятно. Я уже начинаю что-то подозревать. Так, давайте ловите рыбу. Приедете нам, покажите больших там, что наловите потом. Ну да. Давайте пробейте, что чего куда. Может я сейчас все брошу, за лодкой поеду тоже. 4 тут трава у вас, а тут 13. Сколько метров? 4. Ну, а там дальше оно проплывет так прямо. Я вот так буду бросать тут склон или яму вот так вот прямо. Я знаю, это бровка травы как раз, да? О, чудесно. Сахалутов хлопцы приехали, хоть глубину нам покажут. Сколько там? Тут трава 3,5. А дальше? Как раз на бровке трава, а дальше идет... Скажешь, где бровка будет? 5, 7. А, все, я понял. Спасибо. Видишь? Ну, нормально. О, 5, 6, 7. Как раз курсы сахалута. Видите, как хорошо иметь друзей. Переехали сахалутом, показали, где бровка. И чудесно. Зачем нам их халуты? Ну, давайте будем рыбачивать. О, значит, я что, близко кинул, наверное? Наверное. Сейчас будем переехать забрасывать траву. Ладно, если что, мы уже знаем, где бровка, пускай там полежит. Вот нашу пробку собрали. Сейчас подцепим живчика. Те, которые всю зиму у нас прожили, осталось там 5 штучек. А вдруг щучка приплывет. Сегодня у нас тоже рыбалка 3 в 1. Это вес, и фидер, и фэк будет. Лишь бы только рыба была. Ого. Все. Лови мне щуку. Вот скатал 3 апельсинчика. Сейчас попытаюсь куда-то забросить. Ну, там, где забросить, там и будем ловить. Те, первый пошел. Ну, вот где-то там. Где-то там. Около того. Десси, иди сюда. Десси, иди ко мне сюда. Десси. Десси, ты разви сюда. Ты собрала, да? Ну, молодец. Ну, ты не можешь. Все, уже клюет. Десси, иди сюда. Десси, ко мне. Десси, ко мне. Поймалась. 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 Стой. Я уже и так дальше брошу. Молодец. Переброс. Охи, джей. Куда только мы уже не ставили эту удочку. Нет. Она все равно ее найдет. Все равно ей надо ее запутать. Позвенеть в колокольчике, чтобы вам не скучно было. Ну, вот, друзья, остался тот момент распаковки фидеров. Дома их распаковывать смысла нету. Говорю, дождемся уже воды. И на воде будем пробовать сразу их отловить. Фидер дала. Что у нас получается? Трехметровый 80 грамм тест. Как бы длиннее нам не надо. Че трехметровый? Три шестьдесят. Трехметровый, че вот. Трех? Трехметровый, мы уже. Ага. Ты думала, три шестьдесят. Да нет. Ну, на двести метров не бросаем. Соревнованиях не участвуем. Сейчас посмотрим. С бирочкой. Были некоторые комментарии, что... Дай вы кривые хвосты. Ну, кривые, не кривые. Сейчас узнаем. Вот две вершинки идут в комплекте. Помягче, пожестче. Наверное, поставлю пожестче. Пока здесь травы. Много бровка вытаскивать. Посмотрим, кривой он или не кривой. Вот, собрали. Как бы немножко есть. Получается, третье колено. Вот здесь немножко. Чуть-чуть. На скорость не влияет, с него не стрелять. Ну, говорили так, я не знаю. Камера передаст, не передаст. Это все. И видно там вот немножко кривизну третьего колена. Вот чуть-чуть она немножко. Ну, это все мелочи жизни. Сейчас буду собирать плетик. Потихоньку соберу. Ну, вам покажу, когда соберу уже. Ну, вот, торжественное снятие бирки вот в эксплуатацию. Сейчас поснимаем вот эти пленочки все. Может, они тут не нужны. Аккуратно. Под ними пробка все равно вечная белая не будет. Она, наоборот, намокнет. И быстро станет черная. И придет в негодность. Пробка это натуральный продукт. Это дерево, кора. Надо, чтобы она сохла. Это сейчас Эва. Или как она, Ева. Этот черный пластик. Конечно, да. Но все равно и лучше в эксплуатации. Ну, как-то пробки привыкли. Уже привычный материал. Это хорошо запаковали. Ну, вот. Шилище готово. Так, мусор слаживаем все. Пакетики. Ничего не оставляем. Все с собой убираем. Еще за другими убрать. Ну, здесь, кстати, интересное место. Приехали, сильно мусора нет. Наверное, кто-то поубирался. Или еще сезон не начался. Или, может быть, люди действительно уже немножко что-то начали соображать по чистоте. Хватит мусорить там, где мы живем. Ну, вот. Одел катушку, поставил нишу. Не стал я заморачиваться с плетом. Я знаю, как он гяжется. Вроде как все. Вернее, не было времени. Пошел в Аврору. Купил уже собранную вот пакетик. И, конечно, да. Это на огромного карася тут крючки. Так, собрано. Ну, на сегодня хватит. А там буду перевязывать, если что-то не так. Крючки, в принципе, есть. Нормально. Хотя... А вдруг такой сюда и приплывет? Крючок зацепился. Ну, вот такая снасть получается. Это кормушка и два крючка отходные. Попробуем сюда опарыша нацепить. Сюда нацепим красного. А там пускай выбирает. Приплывет, не приплывет. Я говорю, просто... Что-то захотелось мне на флет попробовать. Обычно на флет я не ловил. Потому что в тех местах, где мы ловим течение, ну, сносит флет. Там обычно кормушки, там зацепами. Это на Днепре. А здесь течения нету в озере. Мы тут никогда не ловили. Ну, в общем, осваиваем новый водоем. Потому что там, на наших водоемах, там сейчас народу все повылазили. И это кошмар. Такое ощущение, что он находится не на рыбалке, а в очереди в супермаркете за рыбой. С нервными, какими-то неадекватными людьми. Я вот сам спокойно. Природа. Наслаждаюсь. Вообще чудесно. Ну, а рыба-то такая. Приплывет. Найдем мы ее. Ну, смотри, летает. Это что? О, летучая мышь. Гляньте. Да. Днем летает и воду пьет. Представь? Ну, ее нара не видно. Я думал, ласточка. Черная летает. Да, это летучая мышь. Леточка. Ничего себе. А что-то нет. Пить захотела. Смотри, смотри, как пьет. Или пьет, или, может, мошку ловится. Смотри, смотри. Да? Ага, да. И вот вода. А сюда летит. Смотри. Это какая-то большая. Или что это? Или это птичка? Не помню. Да нет, это летучка. Смотри. Да, какая здоровая. Размером со скворца. Ничего себе. Это уже летучая крыса, а не мыша. Она на мышу не похожа. Знаешь, какая здоровая. Равно, чтобы ты ее не споймал сейчас. У них есть привычка на леску кидаться. Весной судака ловили. Два раза споймали мыши. Я не знаю, как она, что она реагирует на леску. Она на воблер, наверное, скорее всего. Нет, она на леску расплескнет. И темно, и вот она. Да, ловили. Зачастливали. Давай, забрасывай. А сейчас надо, она уже в лес. Закину. Сейчас переброшу живца. А живец сзади. Пал. Закинул. Прикольно. Нашел его? Да. А я слышу ляп. Открепился. Да. Вечно какие-то... Ох, ты его тут кусал, глянь. Да? Его щучка кусала, глянь. Или окушок. Я же говорю, что его потянуло. От кого-то он убегал. Ты его поранил. А это позаметишь. Ну. Он поранен. Ранен. Боец. Давай. Я отойду. Ну так зимой не поймали килограммового окуня на гриль. Ну, как-то не повезло. Больше по щукам. Может быть, весной поймаем. Сейчас приплывет окунек. Да, Зясик? Будем в окуня ловить? Или не будем? Ох, жарко. Жарко даже вообще. У нас как бы уже нет ни весны в природе, ни осень. У нас сразу лето. У нас из зимы в лето. С лета в зиму. Вчера холодно было. Да, вчера было минус дождь. Сегодня уже плюс сколько на границах? 13 градусов. 13 градусов. 10. Вообще, как жара. Одевались. На весе там, наверное, прохладно будет. Ну, вот один забросил. Слово это уже собранное заводское. Там такие крючки, как кто-то писал в комментариях. Можно яблоко поцепить целиком. Действительно. Это, конечно, рабочий. Посмотрите, какой тут такой натуральный, карповый крючок. Вот. Ну, очень большой. Я сейчас эту снасть перевяжу. Взял вот седьмой номер такой панельский крючочки. Нормальные. Эту снасть перевяжу на поменьше крючочки, потому что сомневаюсь, что он такие, что-то будет сейчас ловить. Все равно еще ранняя весна. Он еще не такой активный. Только начинает шевелиться. Как бы. Будем перенегровать. Тут все просто сделано. Вот петелька с этого тройничка убираем. Поводки резать не буду. Вдруг когда-то попаду на огромного карася. И они мне еще пригодятся. Это долгая история. Сейчас перевяжу, потом вам покажу. Я вот эти два поводка сделаю потоньше. Ниточка у меня есть. Лесочка. И крючочки поменьше поставлю. Вот сейчас делаем поводочки новые. Нашел и лесочку 0,2. Такая нормальная лесочка. Вроде толще ставить не стал. Сейчас делаю два поводочка коротеньких. И поставим на этот флэт, который покупает новые поводочки. Я уже те поснимал. Узлом я живу всю жизнь. Не помню как он называется. Просто подел. Делаем 4-5 оборотов. Смотря какая леска. Делаем вокруг. Потом колечко в петельку. И затягиваем. Вот так вот затягиваем. Лишний кончик отрезаем. Сделаем, наверное, вот такой длины поводочки. Как там были. На флэт. Длины не нужен. Просто обычно петельку. И все. Не забываем смачивать. Хоть чем-то слюной. Чтоб леска не горела. Джесси пришла. Привет. Где мама? И она пошла в другое место опробовать на удочку. Черт возьмите. Все. Беги. Вот один сделал. Сейчас сделаю такой же второй. Поставлю на флэт. Покажу вам, что получилось. Право живцовый угол. А слева у нас типа карасевый. Вот у нас стоит пружинный фидер. Перевязываю снасть. Сейчас покажу вам. Чтоб живцы не улетели. Убрал эти огромные крючки, которые там были, уже готовы. Сделал леску, крючочки поменьше. Вот такой получился. Вот крючочек на леске поменьше. Сейчас камера настрой. Вот. И вот вверху здесь узелок завязал. Чтоб вниз не спускался. Потому что будет мало хода. 30-граммовый флетик. У меня есть там чуть побольше. Ну, здесь течения нету. Здесь как бы нормально. Сейчас будем собирать второй флет. Вот нацепил. Здесь червяка уже конкретного. Сюда опарыша. Сколько влезло. Главное дождаться хоть одну поклевочку. Привлечь рыбку. А там уже будем смотреть по ситуации. Или крючку уменьшать. Или наживку уменьшать. Главное, чтоб хоть что-то произошло. Забрасываем этот. А тот, наверное, я достану. Перевяжусь. Ну, полетели. Где-то там мне Евгений показывал. Бровка начинается. Может быть, травы не будет. Главное попасть на чистое дно. Или ракушняк. Или, может, песочек. Что здесь будет. Пока не ясно. Ну, ничего еще пока и не клевал. Посмотрим. Обловим мы сегодня наши новые фидера. Или нет. Хотелось бы хоть что-нибудь поймать. Вон, бакланы уже там, на середине плавают. Ох, они быстрые. Пока тишина. Ничего не клюкало. Как-то его за берега мелочи не видно. Живцы мои загнанные в угол. Опять ветер поменялся. Это ж надо было. Приехали так хорошо. Дул спину. Туда отгонял. А сейчас немножко повернулся. И почти в лицо. Северный. Может, на вечер стихнет. Будет немножко покомфортнее погодить. И вообще, в любом исходе классно. Чудесная погодка. Солнечко светит. Народу куча набежала. Все повыходили. Поглазили. Вообще супер. Решили мы переехать на другое место. Поменялся ветер. Вот в лицо дует. Все сдувает. Где-то в траву попадаю. Ничего не клюет. Постояли два часа. Пока еще время есть. Сейчас переедем на другое место. Посмотрим, где ветра нет. И может быть, где нет травы. Может, и вообще сегодня не клюет давление поднялось. Ну, в переднем, хоть там, где ветра нет. Ладненько. Так. Вот опять собираемся. Потом будем разбираться. Да, девки? Поехали в другое место. Да. Ай, боже. На кого они похожи? Собираемся.